Если мы бросаем монету, то запросто можно считать, что монета не симметрична. Давайте договоримся, что вероятность выпадения герба будет обозначаться буквой В, а вероятность невыпадения герба, соответственно цифры, будет обозначаться единица минус В. Бросаем монету, ну, например, три раза. Так мы с вами в прошлый раз и выписывали. Тогда восемь вариантов. И нас интересует, сколько раз выпадет герба, а сколько раз выпадет цифра. Значит, я выписываю все эти восемь вариантов. Так, и на звонец цифра, цифра, цифра. Отлично. Каким образом можно себе представить? Ну, во-первых, конечно, можно написать здесь три раза, два раза. Два, один, сколько тут лягов. Два, один, один и ноль. Это мы все в прошлый раз делали, это просто напоминание. Напоминание о том, да, это в данном случае один плюс один плюс один плюс один, здесь у нас с вами один один ноль, дальше один ноль один, один ноль ноль, вот. Ну, и так далее, да, и так далее. Мы с вами количество гербов представляем себе, как сумму трех случайных величин. Давайте поймем, что это за случайные величины. Значит, и так, у нас имеется в данном случае три броска, то есть количество бросков, значит, нужно к, к равняется трех, и три случайные величины. Первая из них, это вот это, первая слагаемая, вторая слагаемая, вторая слагаемая, вторая величина, и третья слагаемая, третья величина. Значит, первая случайная величина, третья величина, и третья слагаемая, она показывает нам количество гербов при первом броске монеты. И х2, количество гербов при втором, и х3 при третьем. И все это есть одна большая, замечательная, случайная величина, и х2. Обратите, пожалуйста, внимание, х1 может равняться только нулю или единице. А именно, в первых четырех случаях х1 это единица, в этих случаях х1 это 0. Значит, на половине точек вероятностного пространства, давайте смотрите, вот это, это одна точка вероятностного пространства, это вторая точка, это третья, вот это вот восьмая точка. Так вот, в половине точек х1 равняется, чему там оно равняется, единице, да? И во второй половине х1 равняется нулю. С какой вероятностю происходят у нас те или иные события? Вот эта вот точка называется элементарное событие. Все наше множество из этих восьми точек проще всего представлять себе как вершины куба. Это три координаты. То есть, первая координата бывает Г и лице, вторая координата Г и лице, и третья тоже Г и лице. Так вот, вот это вот одна вершина куба, и ей приписана вероятность, которая равна b в кубе. Этому приписана вероятность b в квадрате умножить на куб. Вот этому приписана вероятность b умножить на куб, умножить на b. Это тоже b в квадрате куб. Вот этому приписана вероятность этой точки b в кубе. Так вот, на прошлом занятии у нас уже была теорема о том, что среднее значение случайной величины вот этой вот х равняется k умножить на b. Доказывали мы это двумя способами, прямым вычислением. А также вторым способом мы это доказывали так. Мы доказали, ребят, поскольку это очень важно, то, извините, я быстренько напомню. Значит, какое бы ни было вероятность на пространство, если оно состоит из некоторых точек, а первое, а второе и так далее, а энное, каждый из которых приписаны вероятности, п первое, п второе и так далее, а энное, про которое известно, что сумма этих вероятностей равна единице, да? Вот это, значит, конечное вероятностей на пространство. То средним значением случайной величины, давайте, случайная величина какая-то, которая обладает следующими значениями. В точке а1 она равна к си1, в точке а2 она равна к си2 и так далее, в точке а энное она равна к си1. Заметьте, в отличие от числа p, на значение случайной величины никаких ограничений не накладывается. Так вот, по определению, средним значением случайной величины называется такая сумма. Значит, нужно каждое из значений случайной величины умножить на соответствующую вероятность и сложить. Вот это по определению значения. Так вот, значит, повторяю, если у нас некоторые, две случайные величины есть, а именно кси1 и а1 с квадром, кси2 и а2, кси-энное и а2-энное, то смотрите, что такое математическое ожидание суммы двух случайных величин? Да очень просто. Это нужно p1 умножить на сумму, p2 умножить на сумму и так далее, и так далее, и так далее. p-энное надо умножить на сумму. Раскроем скобки и получится простая вещь. p-энное и кси1 плюс п-энное 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 и кси1 плюс п И от этих величин математическое ожидание высчитывается действительно очень легко. Ведь величина х1, она с вероятностью p равна единице, а с вероятностью q равна 0. Поэтому, если вы берете математическое ожидание от х1, это вычисляется по очень простой формуле. Надо p умножить на единицу, q умножить на ноль и сложить. Понятно, что это будет p. Ну, а если таких величин k штук, то у нас получится k умножить на p. Значит, это напоминание про предыдущий раз о том, что такое математическое ожидание. В прошлый раз у нас была еще и дисперсия. Так, обратите внимание, математическое ожидание суммы равно сумме математических ожиданий всегда. Просто вообще всегда. А что такое дисперсия? И нет ли до дисперсии аналогичной замечательной формулы? Было у нас понятие дисперсии. Причем даже мы вывели очень важную формулу. А именно, так называемую формулу младенца. Смотрите, если нас интересует, берем обозначение математическое ожидание случайной величины, обозначим буквы м-трето. Итак, вот у нас есть число m. Напомню очень важное понятие. Дисперсия случайной величины. Это по определению такая сумма. Надо взять от значения случайной величины, отнять ее среднее значение, возвести в квадрат, умножить вероятность и все это сложить. Другими словами, это среднее значение квадрата величины кси-м, где m это, повторяю, среднее значение нашей случайной величины. Мы с вами сделали очень простое вычисление. А именно, в каждый из этих сколок мы в прошлый раз раскрыли по формуле квадрат разности каждую сколку и получили такую штуку. p1 кси-1 квадрат плюс p2 кси-2 квадрат и так далее, плюс pn кси-1 квадрат минус удвоенное вот эти вот произведения. Что это такое? Это p1 кси-1 м плюс p2 кси-2 м плюс и так далее, плюс pn кси-n м. И еще ко всему к этому надо прибавить квадраты. Что такое квадраты? Это P1, M2, плюс P2, M2, плюс и так далее, плюс PN, M2. Так вот, господа, смотрите. Мы в прошлый раз говорили, что вот это, это в точность, M2. Выносили здесь M за скобку. Понимали, что после этого в скобке на самом деле у нас получается M. Поэтому то, что здесь в скобке, это тоже M2. Минус 2M2, плюс M2, это, конечно, минус M2. И, соответственно, мы получали замечательную формулу, что это математическое ожидание от Кси2 минус M2. Я напоминаю, M это математическое. Все, про дисперсию я напомнил. Теперь надо понять, какое все это имеет отношение к обещанному на сегодня закону больших чисел Внутия Григорьевича Чебышева. Оказывается, очень легко, как он больших чисел выводится. Только единственное, что мы должны сделать. Значит, в прошлый раз мы это не успели. Давайте сейчас это спокойно сделаем, причем даже двумя способами. Мы с вами должны для вот такой вот случайной величины, когда мы бросаем монету, то, что мы сейчас делаем, на самом деле относится вовсе не только к бросанию монеты. Ровно такая же идея срабатывает, когда у вас некоторая большая величина состоит из большого количества маленьких вкладов. Например, если у вас есть класс, и домашнее задание выучил, домашнее задание не выучил, то это такая ситуация, согласны? Если ученики независимы друг от друга, то есть они все либо все учат, либо все не учат, то такое не получается. Докажем будем сегодня от закон больших чисел, как и Чебышева, именно эту монету. Важно понимать, что, во-первых, по хуже способам можно доказать его в чуть-чуть более общей ситуации. Когда у вас здесь будут, что называется, не обязательно, ну там, монетки, независимые друг от друга, но там одна с одной вероятностью, другая с другой вероятностью. На самом деле, фактически, в догадайся, от этого ничего не изменится. Более того, на самом деле, потом, после Чебышева, довольно долго в теории вероятности занимались тем, что изучали вот эту вот идею закона больших чисел во все более и более общих ситуациях. То есть, идея такая, а вот когда у нас в принципе много слагаемых, ну и, например, они все независимые друг от друга. Про каждое из них мы знаем среднее значение и знаем дисперсию. То, как, вот величина, которая получится, она будет более или менее близка к тому, что нам нужно, или нет. Так вот, прежде чем я буду строго доказывать, строго вычислять, давайте я просто объясню саму идею этой штуки. То есть, ребята, вот представьте себе Броуновское движение. Кто-нибудь расслышал такую фразу? Броуновское движение. Отлично. Это что такое? Это же социалисты или психологичного. Неупорядоченное движение чего? Частицы. Частицы каких? Атомов? Молекул. Вот, замечательно. Скажите, пожалуйста, когда оно напиталось? Движение фуелинок в воде. Что? Движение фуелинок в воде. Движение фуелинок. Нет, я задаю другой вопрос. Когда экспериментально его сумерие в дождь? Варианты ответа. 10 лет назад, 50 лет назад, 100 лет назад, 150 лет назад, 200 лет назад, 50. А? На самом деле, Аброуновское движение всерьез обнаружили примерно 100 лет назад. Более того, когда его обнаружили. А обнаружили его именно в микроскопах. То есть, это не философская идея, а действительно, это настоящая. Ровно в тот момент, когда ровноское движение обнаружили, то сумели физики взвесить атом. То есть, ответили на вопрос, каком же на самом деле вес мельчайшие частичные вещества. Теперь вопрос. Они наблюдали движение молекул или движение атомов? Молекул. Так вот, экспериментальная техника тогда абсолютно это не умела. Более того, и сейчас заметить движение атомов, это, ребята, нереально. На самом деле, смотрели за движением очень мелких частиц, краски, растворенных в жидкости. Чрезвычайно мелких, но состоящих, конечно, вовсе не из одного атома. А дальше смотрите, какая история. Эти частицы, краски, почему-то не есть как сумасшедшие. И действительно, экспериментатору удавалось рисовать их траекторию. Траектория получалась совершенно такая сбивчивая, странная. Интересно, а почему вот я стою? Казалось бы, ну, вы верите все, что есть атомы, молекулы. На меня со всех сторон бьют атомы, молекулы, а я при этом не прыгаю перед вами, как мячик. У меня масса больше, но на меня и молекул бьет больше. Но они малы. Они со всех сторон бьют, но почему там? Они все бьют в разные стороны. Замечательно, и там они бьют в разные стороны. Ну, компенсируется как бы. Это возле стола. Привет, ответ очень простой. Когда слагаемых у вас всего 3, то величина принимает значение 3, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1. Если слагаемых будет очень много, то величина с огромной вероятностью будет очень близка к величине П. Вот мы сегодня с вами должны на именно эту идею понять, что когда много... Много – это значит, что К, количество вот этих вот, простых моментов, большое, да? Когда К велико, то случайная величина должна быть очень близка к среднему. Так, давайте-ка я еще одну вам скажу идею. Ребята, представьте себе, что я из палочек собираю некоторые длинные пучки. Значит, а именно, мне принесли палочек. Я не бываю длинной метр, я не знаю, это 90 сантиметров, да? В среднем пусть они будут метр. Но некоторые чуть-чуть больше, некоторые чуть-чуть меньше. Замечательно. Если я кладу палочку, 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 скажите, пожалуйста, если я положу, ну, я не знаю, там, положу тысячу палочек, то какая будет длина у этой штуки? Тысяча метров. А какое будет отклонение от этого? Достаточно большая. В зависимости от отклонения от длинных палочек. Ну, представьте себе, что отклонение будет порядка, я не знаю, там, 5 сантиметров. То есть в среднем метр, а бывает плюс-минус 5 сантиметров там. Или, там, скажем, бывает палочка 99 сантиметров, бывает даже 95, бывает 105, а он больше уже не бывает. Тысяча плюс-минус 50 метров. 50? Ну, 50 сантиметров. Какую примерную ошибку следует ожидать? 3000. То есть вы думаете, что если ошибка на одной палочке, это максимум 5 процентов, то мне следует на тысячи палочек ожидать ошибку тоже 5 процентов, так? Это максимум 5 процентов. Я понимаю. Нет, а вот именно ожидать. Скорее всего, какая будет величина? Вдвое меньше. Вдвое меньше. Нет, нет, на самом деле больше. Да, именно из сегодняшнего занятия вы узнаете ответ на этот вопрос. Давайте я вас продолжаю треговать дальше. Представьте себе, что вы заблудились в лесу. Между прочим, на этот счет существует много совершенно замечательных легенд. Например, одна легенда такая, что когда человек заблудился в лесу, то у него то ли левая нога длиннее становится сразу, чем правая, то ли правая длиннее, чем левая. В общем, какая-то нога становится длиннее, какая-то нога становится сильнее, и поэтому человек, когда пытается спастись из леса, то он обязательно идет и начинает крушить. Да? Нет, ну просто на тотале он видит прямую по ниде, а в лесу у него прямой кабинет. Нет, посмотрите, в лесу у него, конечно, прямой нить. Такой вот, ну, курс, что называется, там, охотника, я не знаю, там, какой-то такой, да, туриста, то, конечно, он сориентируется там по звездам, по солнцу, поймет, где север, где юг, где восток, где запад, и его так не пробежат. А если это действительно совсем маленький, совсем неопытный человек, то он будет делать очень простую вещь. Идет в некоторую сторону и пошел прямой. Правильно? Пошел, 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 пошел. В лесу идти действительно это не как по городу. Поэтому в какой-то момент у него случайно мог у вас направление движения немножко сместиться. Ну, пойдем, чуть-чуть по-другому. Потом у него направление еще раз чуть-чуть сместиться. В результате, на самом деле, движение непрофессионального туриста будет примерно такой вот, понимаете? Направление будет постепенно сбиваться. Интересный вопрос. Почему есть легенда о том, что человек начинает ходить кругами? Потому что человек в нем придет. Да-да-да, а почему? Ведь, казалось бы, он же случайно нуждает. На самом деле, если подождать какое-то время, то он совсем забьется с направления, и можно считать так, что там, скажем, давайте разорвем все время на, не знаю, кусти по месту там по часу, за час он наверняка забьется с пути совсем. Вот. И тогда можно считать так, что час он идет в какую-то сторону, потом час он идет в какую-то случайную другую сторону. Это называется случайное блуждание. Вопрос. Примерно на какое расстояние отойдет от начала координат человек, который занимается вот этим самым случайным блужданием. Да-да-да-да, молодец. Правильно? Вы начнете догадываться. Это и есть действительно та самая дисперсия. Не понял? Не понял? Хорошо. Тогда, тогда давайте я сделаю следующее. Я сейчас тихонечко, спокойно, для случайной величины, вот для Эй, найду, чему равна ее дисплести. Я найду, чему равна ее дисплести и докажу закон случайных чисел. Значит, повторяю, что у меня есть. Случайная величина х. Это есть х первая плюс х второе и так далее плюс х второе. Эти величины независимы одна от другой. Ну и вообще, любая из них, независима от всех остальных, даже вместе взятых. Кстати, что такое независимое? Вы сейчас понимаете только наивно. то есть у нас математического определения вообще-то не было. И поэтому, к сожалению, доказывать я ничего не смогу, ослугуясь на понятие независимости. Придется сказать, что же такое независимое случайное величина. Значит, представьте себе два события. вероятностное пространство, вы помните, состоит из одетых точек. Событие это любое подмножество в этом множестве точек. Вот, например, если к равняется трех, то вероятностное пространство у нас состояло из восьми точек. Для любого числа к мы с вами договорились, что будет два в степени к точек. То есть на первом есть любая из двух г и ц, на втором есть любая из г и ц и так далее. Значит, итак, что же такое независимость? Кто-нибудь знает о пределении? Ну, как бы одно событие непосределение. это замечательно, если речь идет о физике, да, а я не понимаю, что это никак не повлияет. Я вам больше всего расскажу. Если в строгом смысле слова, то тогда это, конечно, замечательно, но таких событий просто нет. Потому что какая связь всегда есть, пусть там через 500 лет, пусть через тысячу человек, но как-то все на все влияет. Правда? Поэтому это просто полуторня. Кто скажет математическое определение независимости? не знаете? Смотрите. Во-первых, события. События это любое подмножество в нашем вероятном пространстве. события, состоящие в том, что в первый раз монета выпала дербом, это вот что такое, оно состоит из четырех точек. Событие, что при втором броске монета выпала дербом, состоит из вот этих четырех точек. Что в третий раз выпала дербом, состоит из вот этих четырех точек. Это понятно? Дальше. что такое пересечение событий. Очень просто. Если у вас есть какое-то вероятность для пространства, в нем есть одно событие, некоторое событие А, и в нем есть другое событие, событие В, то пересечением называются точки, принадлежащие А и В одновременно. Пишется очень часто. Пересечение. Так вот, давайте буквой В, это первая буква слова поменять и вероятность, обозначать вероятность события. Что это такое? Это сумма элементарных вероятностей. Вы помните, что у нас в каждой точечке приписано некоторое число, неотрицательное, в сумме все эти числа по всему пространству должны равняться единице. Так вот, вероятность пересечения это нужно посмотреть, какие точки попали в пересечении и посчитать их вероятность. Замечательно. Так вот, независимость для математики это не что иное, как вот такая форма. И только это. Другое дело, что физик вам скажет, что чаще всего, если не видят, вот как бы у вас двумя совершенно разными механизмами какая-нибудь штука управляется, ну, например, если вас интересуют, скажем, люди там роста выше 160 сантиметров и при этом не знаю, чтобы никого не обидеть, там, не знаю, живущие около станции метро проспект Вернадского. Да? Вот вас интересует доля таких людей. То скажет вам человек, который занимается этим, это можно сделать очень просто. Это надо взять долю всех людей из москвичей, живущих около станции метро и умножить ее на долю, про кого я там сказал, про районных или про кого? Кто будет? Выше 160. А, выше 160. Ну, замечательно, да. Выше 160. Вот. Ну, извините, вообще-то запасом могло оказаться, что это не так. Потому что, если, например, в некоторый момент мэрия Москвы взяла и построила около этой станции метро какое-то здание, куда поселило всех гигантов, или наоборот, там построила здание, куда поселило всех каратышек, да? Вот не так, как в микрорайон, там, не знаю, баскетболистов, да? Со всего мира собрали именно здесь. То запасом то есть, понимаете, понятие «зависит» и «не зависит» это каждый раз вопрос реальной опытной проверки. Например, любой физик вам скажет, что невозможно заставить атом подвергнуться распаду его игра. Вот хоть что-то здесь не делай, там, смотри на него, уговаривай. Но распадется или не распадется, это случайный процесс, который там определяется именно случайностями, происходящими в атомном ядре. Ну, это вопрос эксперимента, потому что наоборот, запросто могло оказаться, что там, внутри атома стоял бы какой-нибудь счетчик, который заставил. Понимаете, да? Поэтому нет, математик занимается вот этой формой. Математик занимается этой формой, и для него это и есть определение независимости двух случайных событий. Другое дело, что если присмотреться, то вот эти вот события, которые я и говорю, что выпало при первом герр, или выпало при втором герр, это действительно независимые события. Это правда. Дальше. Что значит, что у вас две случайные величины, независимые? Ответ такой. Вообще, когда у вас есть случайная величина, то смотрите, что происходит. Вот у вас есть все вероятность на пространство. В каждой точке случайная величина принимает какие-то значения. Ну вот у нас, смотрите, случайная величина, которая принимает значение 3, 2, 1, или 0, да? Все пространство раскладывает на такие пласты, на свои. Значит, точки, в которых случайная величина равна одному значению, другому, третьему, четвертому, последнему. То есть, в некотором смысле вероятность на пространство как-то вот разлагается на такие пласты. Согласны? Идеи понятны? Вот, то есть, берешь любую величину, смотришь, где она там равна тому-то, и все точки, где она равна именно этому, объединяешь в один пласт. Потом, где она равна другому значению, все точки даже определенных. Вот это для одной случайной величины. Вот для какой-то случайной величины альфа. Представьте себе, здесь она равна альфа один во всех ручках, здесь она равна альфа два, здесь она равна альфа какой-то там м. Замечательно. А теперь берем другую случайную величину бета. Пусть она вот здесь равна бета один, здесь она равна бета второму, и так далее, здесь она равна бета переду. А теперь вопрос. Когда эти две случайные величины считаются зависимыми от нормы, а когда независимыми? Ответ очень простой. Если берете любое из возможных значений случайной величины β и любое из возможных значений случайной величины α, и смотрите, чему равна вероятность того, что α равно α, и при этом β равняется β какому-то другому, то вероятность такой штуки должна равняться вероятности того, что α равняется α, умноженной на вероятность того, что β это β. То есть, возьмешь такую штуку, пересекаешь с этой, и смотришь, какая доля вероятностного пространства пришлась сюда. Оказывается, ее можно, если величина независимая, ее можно найти так, взять долю вот этого и умножить на долю вот этого. Господа, вот эта формула, которая должна выполняться для любого из значений величины α и для любого из значений величины β, эта формула и является в точности определением того, что у нас есть независимые случайные величины. Хорошо. Теперь давайте двинемся дальше и зададим себе очень простой вопрос. Если у нас имеется две случайные величины α и β, если мы знаем, что они у нас независимые, то каким образом можно узнать математическими ожиданиями произведения этих двух случайных величин? Значит, если бы про независимость мы ничего не знали, то на самом деле сказать тут ничего не нельзя. Вообще, преподаватели теории вероятности очень часто говорят так, что начинается изучение теории вероятности в тот момент, когда вы узнали, что бывают независимые события. Потому что до этого фактически теория вероятности – это комбинаторика. То есть, посчитать долю таких событий, там, кубик бросили так, выпало так, таких задач по теории вероятности, конечно, много, они полезны и так далее, но это все, что называется, обычная комбинаторика, которая, безусловно, входит в теорию вероятности, безусловно, без этого никак нельзя. Но, по-настоящему, вот это замечательное, вероятности для рассуждения начинается, когда вы понимаете, что есть независимость. Значит, господа, смотрите, какие значения может принимать произведение этих штук альфа и бета? Ответ очень простой. Величина альфа у нас принимает значение альфа 1, альфа 2, и так далее, то альфа, вот так? Величина бета принимает значение бета 1, бета 2, и так далее, бета эльфа. Замечательно. Давайте посмотрим, что мы должны сделать по определению среднего значения, чтобы найти. Мы должны взять одно из значений, а именно альфа 1 и бета 1, и умножить на вероятность того, что альфа равняется альфа 1, и бета при этом равняется бета 1. К этому мы должны прибавить альфа 1, бета 2, которые умножить на вероятность того, что альфа равняется альфа 1, и при этом бета равняется бета 2. И так далее, и так далее, и так далее, по всем парам этих самых значений. А вот теперь, посмотрите, тут у нас есть форма, которая объясняет, что такое независимые величины. Мы говорим, что у нас получается такая сумма. Извините, я напишу, что так сумма, потому что невозможно все время выписывать эти слогами. Значит, сумма получается такая. Альфа с каким-то там номером, бета с каким-то другим номером. Внимание, дальше. Вероятность того, что альфа равняется альфа 2, умножить на вероятность того, что бета равняется тому бета 2. Замечательно. А теперь смотрите. Вот эти два множителя у нас отвечают, так сказать, за альфа. Эти два множителя отвечают за бета. Причем, заметьте, у нас всевозможные такие пары. Все-все-все-все-все-все-все-все-все. Поэтому, если вы вспомните, как перемножаются скобки, то вы поймете, что это есть. Альфа 1 умножить на вероятность того, что альфа равняется 1. Плюс альфа 2 умножить на вероятность того, что альфа равняется альфа 2. Плюс и так далее, плюс альфа n умножить на вероятность того, что альфа у нас какой-то... С каким-то номером? m, по-моему? Для того, что альфа равняется альфа m. И это умножить на вторую скобку. Где у нас, соответственно, бета умножить вероятность того, что бета равняется бета 1. Плюс и так далее, и так далее, и так далее. Плюс там бета с каким-то там льфом номером, умножить на вероятность того, что бета равняется бета лт. Вот. Мы доказали совершенно потрясающую простую форму. Оказывается, что математическое ожидание произведения двух независящих друг от друга случайных причин – это есть произведение математических ожиданий. Я специально иногда беру среднее значение для математических ожиданий для того, чтобы вы привыкались к этой форме, но и то же. Значит, в некоторых книжках больше любят писать так, в некоторых так, вы просто должны знать и то, и то. Значит, среднее значение произведения двух независимых случайных причин – это есть произведение их средних значений. Это очень важный, очень помогающий в вычислениях форм. Значит, сейчас я воспользуюсь этим для того, чтобы найти дисперсию суммы двух случайных причин. Значит, ребят, я на самом деле понимаю ваши проблемы. То есть, я прекрасно понимаю, что когда первый раз в жизни такое слышишь, то многие вещи кажутся непонятными. Поэтому я постараюсь с разных сторон решить эти цепи. Значит, итак, теорема. Потом я ее докажу для нашей случайной величины и прямым подчислениям. Но пока, давайте так, теорема. Основываясь на вот этой подключениях на факте, я докажу, что следующий факт. Если альфа и бета, внимание, независимые. Значит, альфа не зависит от бета, то независимые от учебной величины дисперсия суммы равна сумме дисперсии. То есть, удивительно простой способ для вычисления дисперсии суммы двух независимых от случайных величин. Доказательства потрясающих высоток. Значит, посмотрите. Давайте я среднее значение величины альфа обозначу буквы а. Среднее значение величины бета я обозначу буквы б. И возьму и прямо напишу, что такое по определению дисперсия. Смотрите, смотрите, в дисперсии величины альфа плюс бета называется такая штука. Значит, надо взять математическое ожидание от альфа плюс бета в квадрате и вычесть из этого. И вычесть из этого что-то вычесть из этого. Просто-напросто квадрат суммы средней значения. Согласны? Была у нас такая формула для меня? Среднее значение квадрата минус... Да, я уже считаю очевидным, что среднее значение суммы, да? Хочешь, ребята? Это а плюс б. Это, я сказала, у нас просто а плюс б. Значит, все, что я должен сделать, это число. Получится так. Альфа в квадрат плюс два альфа бета плюс бета квадрат минус а плюс б в квадрате. Так, это что такое? Это альфа квадрат. Это, внимание, ровно в этом месте я пользуюсь, как только что на каждой тяги. Среднее значение произведения, это произведение средних значений. Хорошо. Плюс среднее значение бета квадрат минус а квадрат минус 2b минус b квадрат. Господа, это же у нас уничтожается. Это а, это b, это те самые 2b. Остается, понятно, что остается, остается среднее значение альфа квадрат минус а квадрат. Это вот эти вещи. И остается среднее значение бета квадрат минус b квадрат. А это называется по определению дисперсии величины альфа, а это называется дисперсией величины альфа квадрат. Договорились? Договорились. Отлично. Теорема доказана. Каким образом я ее сейчас применю для нахождения дисперсии вот этих значений? Понятно, да? Они же независимы. Поэтому надо взять дисперсию каждой из них. Дисперсию каждой из них и сложить. Отлично. Что такое х1? Это величина, которая с вероятностью p равна единице, а с вероятностью q равна нулю. Согласны? Согласны. Значит, я сейчас должен быстренько найти дисперсию величины х1. Для этого надо взять p умножить на 1 в квадрате, плюс q умножить на 0 в квадрате, минус квадрат среднего значения. Среднее значение, ну, мы, собственно говоря, уже с вами знаем, это будет вот такой проще. У нас получается p умножить на 1 в квадрате, плюс q умножить на 1 в квадрате. Таким образом, дисперсия, интересующей нас случайной величины. Согласны, как мы с вами сегодня есть, звучит следующим образом. Значит, величина состоит из k слагаемых. У каждого из этих слагаемых дисперсия равна p умножить на p. Я напомню, что q – это в точности 0 в квадрате, минус квадрате. Таким образом, дисперсия, интересующей нас случайной величины, это случайная величина, это количество гербов при k бросаниях несимметричной монеты. Это в точности k умножить на p. Вот она. До доказательства закона больших чисел осталось совсем-совсем чуть-чуть. Просто совсем чуть-чуть. То есть написать формулу сейчас очень мне легко. Единственное, как Моисей в Пустыне, я вас должен чуть-чуть поводить, потому что иначе я, по-моему, ничего не пойму. Значит, ребята, давайте я еще раз напомню, что такое дисперсия. В прошлый раз объяснялось. Это на самом деле среднее значение квадрата уклонения. Согласны? Был такой? Вот у нас была очень важная формула. Дисперсия случайной величины. Это и есть математическое ожидание. Значит, такой величины. Нужно найти среднее значение, вычесть ее из величины, возвести в квадрат и от этого среднее. Вспоминаете ли я такую формулу? Вот это у нас было. Даже сегодня. Так вот, смотрите, на что я сейчас намекаю. Я намекаю на то, что вот, ну, единственное, я, наверное, плохо написал здесь букву XI, потому что у меня уже есть буква X. Так что давайте-ка я здесь правил и напишу букву X, потому что мне это нужно именно вот для этой ситуации. X – это количество ехов при K, отказанных. То есть я сейчас нашел формулу. Это есть K умножить на V. Это в точности равенства. Это я посчитал, и тут есть такая формула. Так вот, смотрите, что у меня здесь написано. Вероятностное пространство состоит из двух в степени K точек. Согласны? Для некоторых из них вот эта вот штука большая. Для некоторых она маленькая. Вот я сейчас хочу вам задать простой вопрос. Может ли так быть, что для очень многих точек нашего вероятностного пространства вот эта величина будет большая? Согласитесь, что нет? По той простой причине, что если у нас имеется некоторое вероятностное пространство, ну, некоторые точки, у каждой из них вероятность какая-то, если некоторая величина почти во всех точках большая, а заметьте, здесь квадрат отрицательный, эта штука не бывает. Если она почти везде большая, то тогда сумма будет большая. Согласны? Это главное. Доказательство сейчас займет буквально вот одну строчку. Мне главное, чтобы вы это поняли. Повторяю вопрос. Может ли так быть, что много из этих точек большие? Не может. Ты вот эту простую истину и понял во Фнутия Львовича Бышева. Только сейчас, если ее не понимаешь, ставят двойку на экзамен, а тогда называют от тебя великим математиком. Потому что он был первым, кто это понял. Ну, на самом деле, конечно, не первым. На самом деле, я должен признать, что он был первым человеком, который понял, что доказательство этого самого закона такое простое. На самом деле, закон больших чисел был известен уже в начале 18 века. По-моему, 1713 год или что-то около этого. Просто доказательство там было более длинное, требующее большего количества слов. А он понял, что вообще эта вещь очевидна. Вот так бывает, что человек понял, что, собственно, вообще ничего не надо. Не надо книжки писать на эту тему. А надо просто сказать, что не бывает, что все слагаемые большие, а сумма маленькая. Значит, итак, что сейчас мы делаем? Берем некоторую любую величину. Значит, давайте я пришел. Значит, некая величина С. С – положительное число. Больше я этого ничего не прошу. С – положительное число. И анализируем вот эту формулу самым, что ни на есть, грубым образом. А именно, отдельно выписываем слагаемые, где вот эта штука по модулю меньше С. И отдельно выписываем слагаемые, где вот эта величина по модулю больше или равна С. Итак, пишем. Значит, вот это есть. Значит, бывает. Бывает так, что величина Х отличается от своего среднего значения меньше, чем на С. А бывает, что она отличается от своего среднего значения не меньше, чем на ЦЭК. Без блоскмыслов, правда? Да? Вот. Но на самом деле, правда. Я сейчас делаю очень простую вещь. Те слагаемые, которые удовлетворяют такому неравенству, я просто целиком выбрасываю из этой суммы. И у меня же все слагаемые неотрицательные. Вместо равенства пишу что? Нет. Ну, меньше или больше? Меньше. То есть, я здесь слагаемые выбросил. Будет меньше или равно. Согласны? Угу. Отлично. И после этого, каждое из вот таких слагаемых я заменю на С квадрат. Давайте подумаем, что произойдет вот с этой штукой. Значит, с правой частью не произойдет ничего. Блюда КПК, так и будет КПК. Вы уже сказали, знак равенства заменится на нестрогое неравенство. Дальше. Вместо вот этой штуки я пишу С квадрат. Теперь вопрос. Какие слагаемые здесь... Так, вообще, вы помните, что такое среднее значение? Это надо бежать по всему вероятностному пространству и про каждую точку этого вероятностного пространства для каждой точки вычислять, значит, ее элементарная вероятность, которая там в этой пешке есть, умножать на значение, наше исключательное решение. Согласны все, господайте? Так вот, господа, какие точки, собственно говоря, будут такие? Как это написать? Да, вот так и написать. Это будут те точки, которые удовлетворяют вот такому неравенству. Согласны? Для таких точек мы эти слагаемые не отбросим, а все остальные слагаемые мы отбросим. Поняли? Как бы это нам написать в виде формулы? Значит, здесь, смотрите, сумма вероятностей тех точек, для которых выполняется вот такое неравенство. Ну, в теории вероятности с этим делом просто поступают. Берут, заключают в скобочке, прямо как неравенство. Заключают его в скобочке. Перед этим пишут большую ВВП. И так и говорят, вероятность того, что величина отличается не меньше, чем на цель. Итак, дальше здесь ставят знак умножения то неравенство, которое у меня получилось, и называется неравенство Чебышева. Ребята, пожалуйста, попытайтесь это понять. То есть оно, повторяю, доказывается в высшей степени просто. Мы говорим, что у нас есть дисперсия нашей случайной величины. Это есть среднее значение квадрата ее уклонения. Дальше мы произносим очень простую вещь, что бывают слагаемые в этой сумме, где вот эта величина большая, бывают, где эта величина маленькая. Там, где она маленькая, мы эти слагаемые просто выбрасываем. От этого знак равенства заменяется на неравенство. Остальные слагаемые мы заменяем на цель квадрата. От этого сумма тоже увеличиться не может, но может уменьшиться. И сумма элементарных вероятностей, собственно говоря, вот так и записывается. Значит, наверное, вы скажете, что непонятно, собственно говоря, что это такое. Я отвечу. Я сейчас просто должен вспомнить, что такое М. Я должен вспомнить, что такое М. И, ну, нет, П, К, я и так помню, и К, я и так помню, что такое. Значит, поехали. Поехали. Х – это было Х1 плюс 2, когда это было Х2. То есть, это среднее количество, не среднее, это количество вероятностей. Значит, пишу. Вероятность того, что Х1 плюс Х2 и так далее, плюс ХКД. Дальше. Чему равняется среднее значение? Минус КП. Больше или равна С. Так, можно я на С квадрат в поделённой части? Меньше или равна, чем КП куб, делённое на С квадрате. Ну, знаете, на первый взгляд вроде бы ничего такого особенно интересного и нет ощущения, что это что-то такое важное. Но это только на первый взгляд. Давайте мы введём такое обозначение. Величину С я возьму как К умножить на какое-нибудь число ещё подскажите положительное, как вы обозначите. Как вам хочется? А? 8. Нет, 8 не годится. Я хочу, чтобы не равенство было для любого положительного числа. Букву какую-нибудь лотинскую? М. М уже нельзя. Л. А? З. Л у нас тоже было. З. 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 Замечательно. Ну, З так З. Ну, конечно, специалисты Питереволе никогда здесь З не напишут. Вот. Но ради вас я на всё согласен. Значит, ребята, важно, что наша З – это любое положительное число. Согласны? Заметьте, пожалуйста, З – оно не менее любое, чем Ц. Ну, понимаете, да? Ну, просто они отличаются в К раз, К – это неправильное число. Нейронит у нас было выполнено для любого Ц, поэтому оно точно так же будет выполнено для любого Ц. А теперь, внимание, если сюда вместо Ц подставить КЗ, вы понимаете, что у нас будет? У нас будет П, В разделить на КЗ квадрат. Согласны? Так, согласны или нет? Нет. Вот. А теперь ещё важная вещь. Здесь я вместо Ц подставил КЗ. Несмотря на это. К – натуральное число. Я могу обе части поделить на число К. Получится следующее замечательное штуки. Х первое. Плюс х второе. И так далее. Плюс х К. Внимание! Делённое на К отличается от П. Вероятность того, что это больше или равно, чем З, не превосходит ПК, делённое на КЗ в квадрате. Вот это неравенство уже достойно того, чтобы о нём хорошо-хорошо подумать и хорошо-хорошо поговорить. Что здесь написано? Вот это здесь. Это среднее альфметическое. Помните, я говорил о том, что, вот пусть у меня есть палочка, которая в среднем один метр, ну а вообще может отклоняться, там процентов на пять в ту или иную сторону, да? Так вот, смотрите, в чём для себя. У нас для этой самой палочки аналогичное неравенство тоже будет верно. Среднее альфметическое отличается от такого, от среднего, предполагаю, от П, да? От того самого одного метра, если вы про палочки говорите. Так вот, вероятность того, что это больше или равно определенного числа, эта штука, оказывается, при больших К становится всё меньше и совершенно меньше. Если берёшь большое число К, то П у меня постоянное число, то есть П в любом случае не больше единицы, да? Ку тоже не больше единицы. Я вам больше того скажу. Поскольку у них сумма равна единице, то ПКу это в любом случае не больше, чем одна четвёртая, да? Вот. З, это у меня будет положительное число. Так вот, ПКу изделить на Z квадрат, при фиксированном Z, это некоторое фиксированное число. Увеличивая К, мы получаем, что вот эта величина будет стремиться к нулю. Таким образом, если вас интересует среднее арифметическое, то действительно в среднем величина должна быть, что называется, ну, должна мало отличаться. Вероятность того, что она будет сильно отличаться, должна быть маленькой. Значит, сразу скажу, оценка, которую дает закон больших чисел Фома Чебышева, она, конечно, именно оценка, то есть она довольно грубая. Если вы начнёте читать книжки о вероятностях, то узнаете о так называемом законе нормального распределения Гаусса, о Гауссовской кривой, и выяснится, что человечество знает про вот эту вот сумму гораздо больше, чем сказано вот в этом неравенстве. То есть, когда у вас есть К независимых по случайных величин, то как будут распределяться их значения, известно, на самом деле, с очень хорошей степенью точности. И неравенство Чебышева – это очень маленький шажочек в этом направлении. Тем не менее, для общего представления, для первого общего представления о том, как эта самая ферояльность не устроена, этот шаг вполне даже разумен. И главное, что мы этот закон не просто сформулируем, а мы его строго с вами доказали. Договорились? Да. А вот в конечную форму, тогда как-то нам поделить, мы же делим на К обе части. Секунду, секунду, секунду. Внимание, смотрите, я на К поделил, дело в том, что здесь написано, вероятность некоторого события. Я же не обе части поделил на К, а у меня здесь было некоторое неравенство. Меня интересовали точки, которые удовлетворяют этому неравенству. Я здесь, внутри, поделил на К. Но это никакого отношения к тому, что было за пределами, естественно, нет. Потому что там внутри нет теологического условия. Выполняется, но не выполняется. Так, хорошо. Значит, теперь давайте мы поймем, какое отношение, то, что я сейчас сказал, имеет задачи у путники, которые ходят на полису. Самое прямое. Значит, господа, дисперсия. Вот если у него есть шаг, он идет на А влево или на А вправо каждый раз, да? То дисперсия будет равна А в квадрате, да? Ну, давайте, самое примитивное. Каждый раз прыгает на расстояние А в какую хочет сторону. Тогда дисперсия будет равна, действительно, вот такой случайной величины А в квадрате. Когда он делает К шагов, то дисперсия будет равняться К умножить на А в квадрате. Значит, то есть, квадрат его уклонения, внимание, не само уклонение, а квадрат его уклонения, это будет примерно К умножить на А в квадрате. Вот смотрите, скажем, если человек способен, не изменив направление, пройти, скажем, 100 метров. Кстати, для леса это страшно много, и этот человек должен быть, в общем, почти профессионал. Нормальный человек в лесу способен порядка 10 метров пройти, не сбившись с направления. Давайте сейчас посмотрим разные величины. Представьте себе, что вы научились ходить по 100 метров, да? 100 метров прошли, сбились с направления, идет случайное направление опять. И таким образом вы сделали 100 раз. Это что означает? А это 100, К это 100. Отлично. Вы думаете, что пройдете 10 километров, так? Ну понятно, значит 100 раз по 100 метров. 10 километров, это значит, что вы довольно хорошо, ну, кстати, вы не устанете, но довольно хорошо ушли от первоначальной точки. Отлично. А теперь, внимание. Средний квадрат пройденного расстояния, он такой. Значит, что я должен сделать? Я должен 100 умножить на 100 метров в квадрате, да? Из этого извлечь корень. Как интересно. Получается 10 умножить на 100. Что получается? На 2 километра вы уклонитесь. Внимание, это если вы очень хорошо тренированный человек. И вам кажется, что вы пройдете, не кажется, а вы правда пройдете 10 километров. Но по факту вы уклонитесь примерно на 1 километр. Теперь, если вы человек плохо тренирован, нормальный ребенок, оказавшийся в лесу, который через каждые 10 метров начинает плакать, вызывать маму и меняет направление движения. Да? Ну, нет, ничего смешного. Действительно, почти любой гражданин нетренированный, попавший в лес, будет себя так вести. Смотрим, что происходит. Представьте себе, что он прошел те же самые 10 километров. Что, кстати, по лесу пройти очень просто. Это означает, что кара почему? Тысячу. Тысячу раз по 10 метров. Ну, ребенок безумно устал. Он находится, ну, просто, вообще, да, и по лесу 10 километров, это страшно. Это я же вам не покорю. Смотрим. Корень квадратный. Так, надо тысячу умножить на 10 метров в квадрате. То есть на 100 метров в квадрате. Так, замечательно. Что это будет такое? Это будет корень из 10 умножить на 100. Корень из 10 это чуть-чуть больше 3. Поэтому это будет примерно 300 метров. Ровно по этой причине и возникла легенда о том, что когда человек приходит в лес, то он начинает ходить кругами. Дело в том, что когда вы действительно пройдете 10 километров, а по факту уклонитесь от первоначального места примерно на 300 метров, внимание, в этом нет ничего смешного и ничего обидного. Человек будет изо всех сил стараться. Но если он не умеет ориентироваться, ну, как профессионал, не умеет действительно определять стороны света, то он пройдет на то факту порядка 300 метров. Ну, то есть с той стороны внешнего человека более-менее останется там, где будет. Вот. И поверьте, он очень много раз, ну, как сказать, пройдет через то место, где он только что был. И у него, естественно, возникнет ощущение, что он ходит кругами. Вот. У него, естественно, такое чувство возникнет. Так что дисперсии имеют самое прямое отношение даже к таким... Дайте вот... Значит, сейчас... Сейчас я все-таки хочу, чтобы мы с вами для нашей вот этой конкретной случайной причины вычислили бы дисперсию не таким способом, через независимое исключение причины и так далее, а вычислили бы ее... Вот просто, что называется, поопределить. Потому что мне просто кажется, что иначе у многих из вас возникнет такое ощущение недоверия. Значит, это сугубо школьное вычисление той же самой дисперсии, той же самой случайной причины. Ответ мы уже знаем. Значит, дисперсия нашей случайной причины это как может на предву. Но я хочу, чтобы сейчас мы с вами, так же, как на прошлой неделе, мы среднее значение этой величины считали двумя способами, да, с использованием теоремы о том, что среднее значение суммы равно сумме средних значений, и что называется поопределению. Точно так же. Давайте мы сейчас сделаем с собой некоторые усилия. Это просто поможет вам вообще научиться вычислять с чистыми сочетаниями. Значит, итак, давайте вспоминать. У нас величина, вот эта, может принимать такие значения. 0, 1, 2 и так далее, а минус 1 и а. Чему равна вероятность того, что нет ни одного герба? Ну, понятно, чему. Это будет ку в степени к. Чему вероятность того, что 1 герба? Это к умножить на п на ку в к минус 1. И так далее, и так далее. Вероятность того, что м герба, это есть число сочетаний из к по м, умножить на, мы сейчас должны понять, к в какой степени и к в какой степени. Значит, итак, нам нужно, чтобы было м герба, умножить на п в степени, к в степени к минус 1. Значит, итак, давайте я зафиксирую. Вероятность того, что случайная величина наша раскладка равна м, это есть число сочетаний из к по м, это, как известно, к в катериал, разделить на м герба, к минус 1 герба, к в катериал, умножить на п в степени м, к в степени к минус 1. Вот это вполне конкретное число. Что мы должны сделать для того, чтобы найти дисперсию? Ну как, по форме, чтобы найти дисперсию, мы должны, значит, вот эту вероятность умножить на м в квадрате и просуммировать это по всевозможным значениям в м. Это будет называться среднее значение квадрата нашей случайной величины. Так давайте же это сделаем. То есть вероятность это к в катериалу, здесь знаменатель этого пакета, да, м в квадрате, к минус м в квадрате, здесь будет в в степени м, здесь будет в в степени к минус м. Внимание, надо это умножить на м в квадрате, да, просуммировать по всем значениям м. м бегает у нас от нуля до к. Замечательно. И надо вычесть из этого квадрат среднего значения. Было такое? Или не было? Было. Среднее значение чему оно было? Среднее значение вот такой случайной величины. Кто помнит? Все, суть на накапливание. Нет, никакого дерева на накапливание. Ай, проблема. Дело в том, что, хоть вам говорят определение, но ваша школьная привычка, что все, что говорят взрослые неправды, срабатывает. Я давал определение средним значениям случайной величины, то есть она называлась, ребята, вовсе не средняя альфинтическая. Никакого делить на к там не было. Вспоминайте. Чему равняется среднее значение вот этой величины? Математическое ожидание среднего значения, читать двери тоже, да? Почему оно равняется так? Да? Приехать. А перечитать нужно? Нет, то есть это значит, что вы ничего не понимаете. Кстати, так часто бывает при изучении математики, что кажется, что все хорошо, 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 а потом вдруг выясняется, что я не понимал ничего. Итак, вспоминаем, что такое математическое ожидание, или то, что там среднее значение. Вероятность на значение не сложить. И чему же равно такой величины среднее значение количества герпов при К-броссаниях? Чему оно равно? П-броссаниях. 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 К-броссаниях. 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 Отлично. Один человек нашелся. Значит, ребята, вот смотрите. Такое во время математических лекций бывает очень часто. С этим невозможно бороться. Кроме как запомнить на всю жизнь простую вещь. Пока вы не изучили математические предметы по нескольким учебникам, вы его не знаете. То есть, если вы слушаете какой-то курс лекций, вам очень часто будет казаться, что все замечательно. Какой замечательный лекций. У него без этого следует это, следует это, следует это. Как все классно. Стоит чуть-чуть задать вопрос, стоящий сбоку ответов из первого курса, и вдруг обнаруживается, что вы ничего не понимаете. Значит, поэтому на том же самом математе, когда начинают изучать математический анализ или линейную алкоголь или любую такую науку, то начинают со следующей простой вещью. Дорогие студенты, вот вам несколько учебников. Понимаете? Не один учебник, который надо прочитать и издать, а вот вам несколько учебников прочитайте, поймите, что там есть. Только после того, как вы это сделали, только после того, как вы умеете по-разному. Не вот так вот, как вы сейчас завраженное слушали, 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 а потом вы проясняете, что вы ничего не понимаете. Вот. Только после этого можно считать. Значит, поэтому всегда изучать математику надо, конечно, по книгам. Нужно уметь задавать себе вопросы. Именно поэтому математики так любят решать задачи. Потому что во время решения задачи поясняет, человек на самом деле понял, о чем была речь. Или же не понял. Напоминаю всем присутствующим. Никто не запрещает вам прочитать книжку «Синичина» и «Гнеденко» и «Элитарное видение в теории вероятности». Никто не запрещает вам прочитать гораздо более короткую статью Майюри Васильева «Посчитание вероятности». А также большое количество разных других интересных книжек о вероятностях. Кстати, из них я серьёзную книжку очень советую «Феллер». Правда, двухтомник такой толщины. Но, тем не менее, даже несколько страничек из неё есть почитать. Начало весьма доступное. Это будет полезно. Хотя, по теории, есть много хороших книжек. Значит, господа, я убедил вас, что это капель или не убедил? А? Вспомнили? Весь день сегодня не пользовались. Среднее значение суммы увеличения – это сумма средних значений. Среднее значение – это «П». У этой «П», у этой «П». Значит, всё-таки я должен здесь написать «КПА» в квадрате. Значит, смотрите, что у нас с вами получилось. У нас с вами получилась вот такая сумма. Ну, это, собственно, с этим ничего делать нельзя, оно абсолютно понятно. А здесь большая проблема. Мне хочется, чтобы вот это «М» как-то хорошо бы сократилось с числом «М». Оказывается, довольно легко этого добиться. Внимание! Кстати, мы на прошлой неделе похожим делом занимались. Только там было не «М» квадрат, а там было «М». Но вот это вот первое дело было у нас ровно дороже. Ребята, я сейчас здесь затираю стадии. Вот это вот равенство убираю по очень простой причине. Если «М» равно нулю, то здесь у меня будет ноль в квадрате. И неважно, какое число стоит здесь, всё равно всё это произведение будет равно нулю. Согласны? А на прибавляя, не прибавляя, всё равно… Я беру и убираю вот это вот «М». Хорошо? Как только я это сделал, у меня сразу же маленькое чудо произошло. А именно, у меня вот этот «М» квадрат можно сократить с «М» векториал. «М». Кто-нибудь знает, что будет? А? Будет здесь «М» минус один квадрат. Согласны? А здесь будет «М» в какой степени? В первой. Отлично! Сделаем? Делаем. Делаем, 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 делаем. Всё, здесь у меня теперь, господа, здесь у меня теперь «М» минус один квадрат. Очень хорошо. Очень хорошо. Очень хорошо. Заметьте, у меня здесь появилась величина «М». Что бы мне ещё сделать? А я знаю. «М». Я хочу, чтобы «М» сократилось бы с числом «М» минус один. Вы скажете, что это невозможно. «М». Но на самом деле я могу очень спокойно написать здесь «М» минус один плюс один. «М». Вы согласны, что это прежнее «М»? И сейчас я вот эту вот всю мою штуку разложу на две суммы. «М». Отдельно будет там, где «М» минус один, а отдельно будет там, где один. «М». Я сейчас ту же самую дисперсию перепишу ещё один раз. Значит, итак, дисперсия х – это… Я переписываю ту же самую сумму только два раза. Значит, один раз там, где «М» минус один, а другой раз там, где просто один. Господа, сумма… Смотрите, ноль меньше «М» меньше или равняется «К». Нормально. «К» материал. Нормально. «М» минус один материал. Я хочу, чтобы вы сейчас поняли, для чего это на самом деле простое и естественное веществление. «П» в степени «М». «К» в степени «К» минус «М». «М» минус один. Дальше. Внимание. Плюс такая же сумма. Абсолютно такая же. То же самое. «М» меньше «М» меньше или равно «К». Что у меня там? «К» фактриал. «М» минус один. Это все по-прежнему. «К» минус «М» фактриал. «П» в степени «М». «К» в степени «М». «К» минус «М». Ну и на единицу, конечно, бессмысленно. И последнее, значит, «К» в квадрате, «В» в квадрате я здесь тоже напишу. Отлично. Господа, вот этот ужас надо сейчас прогнозировать. На самом деле, это не так сложно. Дело в том, что я здесь уже могу «М» минус один сократить с числом «М» минус один фактриал. Единственное, не всегда. Если «М» равняется единице, то здесь будет ноль, там будет ноль фактриалов, сокращая карту непонятного. Это замечательно. Господа, если «М» равно единице, то это у меня опять ноль. Согласны? Это у меня опять ноль. Значит, здесь ноль, и я могу сократить. Я могу это убрать. Да-да, я могу здесь написать. Смотрите, когда «М» равняется единице, то у меня там был ноль и такие слагаемые, мне неинтересные. А здесь написать «М» минус два фактриалов. А здесь написать «М» минус два фактриалов. У меня получится такая штука. У меня есть такое длинное выражение. Надо с ним что-то сделать. Ну, во-первых, то, что «М» больше единицы, это человеческий вариант. Это означает, что «М» больше или равно. Ноль. Хорошо? Значит, сейчас я расскажу вам простую вещь. Значит, «М» минус два я обозначу новой буквой. Буквой «М». И тогда, смотрите, здесь будет сумма. «М» прибегает значение от нуля до числа «К» минус два. Здесь у меня что стоит? Здесь у меня стоит «К» фактриалов. Здесь стоит «М» фактриалов. Так, внимание. «Н» — это у меня «М» минус два. Соответственно, «К» минус «М» — это будет что такое? Смотрите. «Н» — это «К» минус… Нет, «Н» — это «М» минус. У меня «М» минус два. Вот. Что такое «К» минус «М»? «М» — это «Н» плюс два. Это на самом деле «К» минус два минус «М». Я прав? Я прав. Отлично. Значит, я здесь так и должен писать. «К» минус два минус «Н». Хорошо. Здесь «П» в степени «М». Проще говоря, «П» в степени «Н» плюс два. «К» в степени «К» минус «М». Ну, мы уже поняли, что это такое. Это «К» в степени «К» минус два минус «Н». Хорошо. Дальше. Вот здесь вот я обозначу «М» минус один. Новый буквой. «М» минус один. Я обозначу новой буквой «Л». Хорошо. Обозначу новой буквой «Л». Сумма. «Л» бегает у меня от нуля до «К» минус один. Так. В числителе «К» факториал. Это знаменатель у меня «Л» факториал. Так. И что такое «М»? «М» это «Л» плюс один. Поэтому здесь вот «К» минус один минус «Л» факториал. Так. Ну, давайте напишу «П» в степени «М». То есть «П» в степени «Л» плюс один. «М» в степени «К» минус один минус «Л». Так. Ну, из всего этого по-прежнему надо звучать «К» в квадрате «П» в квадрате. Так. Выражение, конечно, по-прежнему страшное, но гораздо менее страшное, чем было. Значит, господа, что я могу сделать здесь? Я могу вынести «К» умножить на «К» минус один за знак суммы. И у меня... Да, еще «П» квадрат вынести за знак суммы. И у меня получится призабавная сумма. Призабавная сумма. Здесь будет «К» минус два факториал. В знаменателе будет «Н» факториал. «К» минус два минус «Н» факториал. «П» в степени «Н». «У» в степени «К» минус два минус «Н». «Н» бегает от нуля до «К» минус двойки. Дальше. К этому прибавляется... Да, здесь я могу «К» вынести за знак суммы и «П» вынести за знак суммы. Здесь будет такая сумма. «Л» бегает от нуля до «К» минус единицы. В числителе «К» минус один факториал. «П» в степени «Л», «К» в степени «К» минус один минус «Л». разделить на «Л» факториал. «К» минус «Н» минус «Л» факториал. Ну и по-прежнему минус «К» квадрат. «К» квадрат не может быть на «П» квадрат. Значит, как можно сказать? Это... Вот надо понимать, что эта сумма – это просто-напросто единица. Потому что веном нету. И надо понимать, что вот эта вот сумма – это тоже единица по той же причине. Поэтому все это мое страшное выражение на самом деле можно записать следующим образом. Давайте я разложу равенство. И вот эти вот страшные суммы заменю просто на единицу. Итак, это есть «К» умножить на «К» минус «Л» умножить на «П» квадрат и единица. Дальше. Плюс «К» «П» умножить на единицу. И минус «К» в квадрате «П» в квадрате. Ну, недолго осталось. Значит, здесь раскрываем шлопки. Получается «К» квадрат «П» квадрат. И вот с этим уничтожается. Реально остается минус «К» в квадрате. Хорошо. Минус «К» в квадрате плюс «К» «П». В «КП» выношу за скобку. Получается минус «Р плюс 1». Ну, а это и есть как раз у нас число. Значит, господа, согласитесь, что это доказательство гораздо длиннее, чем то, которое у меня сегодня было. Я сегодня при помощи понятия независимых случайных причин доказал ту же самую формулу «К» умножить на «П», однако заявление. Если вы не понимаете вот эти выкладки, это значит, что формулу «К» вы не знаете. Поэтому для меня это не способ объяснить вам теорию вероятности. Вот это последняя такая ситуация была. А что называется контрольный вопрос. Если вы сумеете разобраться вот в этих вот выкладках, значит, вы поняли, что такое сумма, а значит, вы поняли, что такое минус тонны, что такое чиселосочетание. И поверьте, это очень важно. И в теории вероятности действительно есть очень-очень важное приложение для всего этого. Если вы не смогли разобраться в этих суммах, значит, вперед, читаем книжные комбинаторики, учимся, думаем, рано или поздно научимся. Я сегодня уже поставил совершенно замечательную задачу о блуждании по прямой, по простости, пространстве. Давайте я не буду уметь сейчас ее доказывать, но времени осталось мало, но сформулирую условия этой задачи. Удивительным образом она абсолютно доступна школьнику, и во время ее решения очень многие забавные факты из элементарной математики и из теории вероятности мы узнаем. Вы смотрите, представьте себе, ну, давайте так, в термопиянице, абсолютно пьяный человек или, если угодно, монет, симметричный, это одно и тоже, отправилась в путешествие. Вот, давайте, я изображаю сейчас этого пьяного. Я стою, потом делаю шаг направо, ну, это шаг один метр, да, или делаю шаг налево, один метр. Принимаю очередные пол-литра спирта, делаю шаг налево или шаг направо, еще пол-литра спирта, ну, уже умру, но, ну, хорошо, ну, в общем, монету, лучше считать монету. Вот, значит, бросаю монету, и в зависимости от того, как выпало, иду налево и направо. Вы понимаете, что возникает такая случайная последовательность, правильно? Это ровно про сегодняшнее. Никакие пьяницы ни при чем. Это, на самом деле, в точности сегодняшняя задача, бросаю монету. Пересурю. Лево-право, лево-право, лево-право. Интересно, а скоро ли она вернется в точку, из которой вышла? Или, а велика ли вероятность, что она уйдет, скажем, направо и никогда не вернется налево? И еще интересно. Можно ведь, смотрите, бросать монету два раза, и такое вот бросание воспринимать как указание идти или налево, или направо, или вперед, или назад. Вы понимаете, это четыре ряда. И тогда у нас уже пойдет блуждание по плоскости. Это гораздо интереснее, чем блуждание по прямой, хотя и блуждание по прямой нетривиальное. Например, в блуждании по прямой довольно легко доказать, что с вероятностью один обязательно вернется. Вышло и не может туда. И более того, не только сюда вернется, но и в точке минус один с вероятностью один побывает, и в точке один с вероятностью один рано или поздно побывает. Вот. Но. А вот интересно. Среднее время возвращения. Оно какое? Долго ли придется его ждать? Да? Да, да, да. Как ни странно, в бесконечности. Можно посчитать, и действительно выяснится, что среднее время, то есть вот вы когда отправите пьяницу, то он к вам когда-нибудь вернется, но ждать вам придется долго. За следующий выбор. Понятно, да? Вот. А если по плоскости отправить? Нормально. Для любой женщины страшно интересная задача. Значит, представьте себе, значит, утром женщина выпихнула пьяного мужа, значит, из дома, и сказала ему, делай что хочешь, шляйся где хочешь, и ждет. Вернется или нет? Так вот, оказывается, что можно доказать, что с вероятностью один вернется. Если по плоскости побуждает. Если в пространстве, то уже вероятность возвращения меньше. Ребята, это совершенно замечательная тема. На самом деле, она в математике известна под названием «Числа Каталана». Она же известна как лемма аплодировки. Значит, рассказываю такую вероятность и задачу, которая, ну, когда я ее скажу, уже видно, что она интересная. Значит, представьте себе, что у вас соперничают два человека. За одного из них, скажем, 54 голоса, а за другого – 46. Вам понятно, что в конце концов победит вот этот? Согласны? Но у них такое жестокое правило. Если бы не… Да, они подают голоса по одному. Значит, имеется, значит, 100 человек, из них 54 за Васю, 46 за Петю, и они голосуют следующим образом. По одному встают и говорят, там, я за того вот, я за того вот. И жестокое правило. Как только голосов из-за этого станет больше, то он объявляется победителем и больше уже никого не спрашивает. Поняли? Вопрос – с какой вероятностью победит этот, а с какой вероятностью победит этот? 50 на 50. Я думаю, гораздо больше. Ребята, оказывается, что эти задачи потрясающе простые, потрясающе короткие решения, потрясающие замечательные ответы. Ответ, что с вероятностью 1% победит этот – неверим. На самом деле, вероятность торжества справедливости очень даже не маленькая. Я не хочу поговорить ответом. Просто потому, что хочется подразнить. Значит, ребята, повторяю. Представьте себе, что у нас есть такая помесь в демократии с жестовостью. То есть, с одной стороны, решение принимается большинством голосов, а с другой стороны, как только… А кстати, а вообще здесь могут быть любые числа. Например, представьте себе, наоборот, здесь могло быть, там… Здесь 58 классов. Это задача о пьянице и обрыве. То есть, смотрите, жена выдохнула пьяницу на улицу. Но только там есть такой аккуратный обрывчик. И как только он туда… Это самое… Так… Всё. Согласитесь, что это интересная задача по теории вероятности. Согласны? Оказывается, что вторые числа каталана позволяют полностью решить эту задачу. Мы не поговорили о такой замечательной штуке, как маркерские цепи. Когда имеются точки, между которыми, по некоторым правилам, производятся движения. Например, есть такая знаменитая задача, которая называется «Парит для простаков». Ну, у неё есть и более научное название. Значит, смысл такой. Я открываю игольное заведение, где правила такие. Вы приходите и говорите любое слово из трёх букв. Ну, типа «Е», «Цифра», «Е». Или что-нибудь это говорите, да? Или там «Е», «Е», «Цифра». Или там «Цифра», 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 «Цифра». Что-нибудь это такое? Вот. Я говорю «Замечательно». Заметьте, вы говорите первое слово. То есть, клиент всегда прав. Клиент выбирает. Я говорю «Замечательно». Вот если вы это сказали, я называю своё слово из трёх букв. И дальше играем в следующем образе. Берём монету. Кидаем, записываем результат. Кидаем, записываем результат. Кидаем, записываем результат. И всё время помним последние три броска. Как только слово одного из нас выпало, он победил. Игра, естественно, на деньги. Так вот, потрясающим образом оказывается, что эта игра журническая. То есть, для любого трёх буквенного слова есть то, которое лучше. оказывается, что можно взять и для любого. Кстати, у меня есть трёх буквенного. Там не так важно это. Она решена для любых слов. Оказывается, что если пишешь любое слово один, пишет любое слово другой, то есть формула, которую придумал конвей, которая дает вероятность выигрыша одного, другого. И для трёх буквенных слов потрясающий закон. Для любого трёх буквенного слова имеется более выгодное трёх буквенное слово. Здорово!